В эфире сыскное дело в студии Павел Баймаков. Здравствуйте! В ближайшие 10 минут я и мои коллеги расскажем о чрезвычайных происшествиях и подведем криминальные итоги недели. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В помещении, где осуществлялась передача денег, бойцы СОБРа ворвались молниеносно. Задержанные даже не сразу поняли, что случилось. Оттого и не смог назвать ни своего имени, ни фамилии. Вы отказываетесь представляться, говорить свои остановочные данные, цель вашего визита в данный офис. Правильно я понимаю, что вы сказали? Задержанными оказались руководитель одной из дочерних фирм компании «Роснефть» и его сообщник. Общаться с полицейскими они сперва отказались. Но наблюдение, которое велось за их деятельностью длительное время, показало. От представителя подрядной организации, выполнявшей инженерно-технические работы по заказу компании «Роснефть», злоумышленники требовали так называемые откаты в размере 20% от суммы средств, перечисленных на проведение работ. Следствие полагает, в общей сложности вымогатели планировали заполучить 18 миллионов рублей. В момент задержания им было передано только 5 миллионов. Надо понимать суммы, суммы, объемы этих скруджей-макдаков, я их называю, на территории Самарской области. И мы с этими скруджами будем здесь бороться. Следственным управлением Следственного комитета по Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по статье 204. Они были задержаны по статье 91. Несомненно, им были прерывные обвинения. Проведены первые обысковые мероприятия. В ходе обыска у главного фигуранта полицейские обнаружили 13 свидетельств о праве собственности на квартиры, земельные участки, 7 договоров долевого участия и документы, подтверждающие полную оплату объекта недвижимости, 5 ПТС на иномарке, деньги и документы, подтверждающие осуществление наличных платежей от его имени на сумму более 55 миллионов рублей. Сейчас задержанные находятся под стражей. Уголовное дело возбудили по статье «Коммерческий подкуп». Полиции это преступление назвали самым крупным в Самарской области вымогательством за последние годы. Более 10 тонн алкогольной продукции изъяли самарские полицейские в ходе проверки одного из розничных киосков на заводском шоссе, в котором незаконно торговали горячительным. Также были обнаружены и склады, где хранили алкоголь, часть которого имеет признаки контрафакта. Неприметный киоск у дороги. На обочине, как рекламный щит, несколько упаковок с лимонадом. Но, как показала контрольная закупка, активистов народного контроля торгуют здесь не только газировкой, но и горячительным. Недалеко от контейнера два сооружения. В одном из них десятки ящиков со спиртными напитками. Реализация алкогольной продукции подразумевает наличие лицензии. Она дается на реализацию и также на хранение. Это же ваше помещение, правильно? Да. Лицензии на продажу алкоголя у владельца помещений не оказалось. С удивленным видом мужчина пытался доказать, что алкоголем здесь не торгуют, а сотни литров горячительного просто находятся на временном хранении. Здесь камера хранена как склад. Здесь ничего не продано. Все. А это ваше, то, что здесь лежит? Конечно. Нет, не наше. А кто привез, если это ваше помещение? Вы знаете, наверное? Вот придет соловей. Кто еще раз? Придет, он соловей скажет, но здесь ничего не хараговал. Человек, которого ждал владелец, так и не появился. Зато недалеко от первого алкогольного склада полицейские нашли еще один, содержимое которого вызвало еще большее подозрение. На первый взгляд продукция, храняющаяся в этом сооружении, имеет все признаки контрафакта. Есть подозрение, что акцизные марки поддельные. Да и наклеены они ненадлежащим образом. На некоторых бутылках они и вовсе отсутствуют. На этом складе было обнаружено еще несколько десятков ящиков с крепкими алкогольными напитками. На бутылки виски и водки кустарным способом наклеены этикетки известных алкогольных марок. Некоторых жидкость и вовсе разлита по обычным пластиковым бутылкам. Возбуждено административное производство, там специалисты в этом деле разберутся. Все это отправлено на экспертизу и при наличии соответствующей экспертизы, либо будет возбуждено уголовное дело, во всяком случае это все уже, будем так говорить, будет вылито в консультационные сети. Помещение полицейские опечатали. За торговлю алкоголем без лицензии владельцы могут привлечь к административной ответственности. Ждет ли его более суровое наказание, покажут результаты проведенной экспертизы. ДТП в Самаре унесло жизнь женщины. Авария произошла около 10 утра на пересечении Московского шоссе и улицы Потапова. По словам очевидцев, все произошло в считанные секунды, когда водитель Фиата решил развернуться посреди проезжей части, в том месте, где это запрещено. В итоге он не справился с управлением и задел идущую рядом машину, которая в последующем врезалась в столб. В результате погибла 70-летняя женщина. Еще двое пассажиров доставлены в больницу. Еще одно ДТП в Самаре, жертвой которого стал 19-летний молодой человек. Авария произошла на пересечении проспекта Ленина и улицы Осипенко. По словам очевидцев, водитель Приоры заканчивал маневр на желтый сигнал светофора. В этот момент пешеход решил перебежать улицу. Столкновения избежать не удалось. Пострадавший скончался до приезда скорой помощи. По данным инспекторов ДПС, признаков опьянения у водителя выявлено не было. По словам самого водителя, ехал он на зеленый сигнал светофора. Но на записи видеорегистратора автомобиля, который ехал навстречу, видно, что ВАЗовская Приора заканчивала маневр на желтый свет. Сейчас выясняются все подробности происшествия. Наша телекомпания выражает искренние соболезнования родственникам погибших в ДТП. Виновниками дорожных аварий нередко становятся нетрезвые водители. С ними продолжают бороться и активисты общественного движения «Ночной патруль». Очередное задержание прошло в Самаре. Чтобы остановить нарушителя, инспекторам ДПС пришлось протаранить его автомобиль. Рано утром у одного из самарских клубов на улице Революционной активисты «Ночного патруля» заметили, как мужчина садится за руль автомобиля. Состояние водителя вызвало подозрение. Информацию о нем общественники передали дежурному экипажу ДПС. Когда полицейские подоспели, началась погоня. Требования полицейских остановиться водитель попросту игнорировал. В ходе погони он несколько раз грубо нарушал правила дорожного движения и даже устроил ДТП с патрульным автомобилем. Погоня продолжалась около часа, и в какой-то момент полицейские решили больше не церемониться и подрезать автомобиль нарушителя. Позже выяснилось водитель, 20-летний житель Тольятти. От мета-свидетельствования он отказался. По данным инспекторов ДПС, водительских прав у молодого человека никогда не было. За нарушение, которое он допустил, уходя от сотрудников ДПС, на водителя было составлено 10 административных протоколов. От прохождения данный водитель медицинского свидетельствования отказался, хотя налицо были признаки явного опьянения. За несколько дней работы, благодаря общественному движению ночной патрули, инспектора ДПС задержали порядка 15 нетрезвых водителей. А в Тольятти, чтобы задержать нетрезвого водителя, инспекторам ДПС пришлось открыть огонь, а затем еще несколько минут искать нарушителя в кустах. Как позже выяснилось, мужчина управлял автомобилем, будучи лишенным водительских прав. Подробности захватывающей погони в нашем сюжете. Во время патрулирования одной из улиц Тольятти, инспектор ДПС привлекла вазовская «восьмерка» с наглухо тонированными стеклами. Требования полицейских остановиться водитель проигнорировал. Началась погоня. Полицейская идет, только обнимается. Экипажи говорят, покажите в содействии. Позже к задержанию подключился второй экипаж ДПС. Уже через несколько минут вазовская «восьмерка» попалась инспекторам навстречу. Заблокировать автомобиль нарушителя не удалось. Вырвавшись, тот вдавил педаль газа в пол. Во время погони он грубо нарушал правила дорожного движения. Скорость автомобиля порой доходила до 170 км в час. В какой-то момент инспекторы ДПС решили перекрыть дорогу грузовиками. При приближении к данному участку уличной дорожной сети водитель автомашины ВАЗ-21083 смог проехать между двумя стоящими грузовыми автомашинами, едва не совершив наезд на сотрудника ДПС, который пытался остановить нарушителя. После чего сотрудникам ДПС было применено табельное оружие, был совершен выстрел в автомобиль нарушителя, был поврежден бампер данной автомашины. Это не остановило нарушителя. Погоня продолжалась порядка 20 минут. Доехав до промзоны, водитель бросил машину и попытался скрыться. Через какое-то время его задержали и доставили в наркодиспансер. Но от прохождения медосвидетельствования тот отказался. Я отказываюсь вообще от дачи любых показаний. Все признаки указывали на то, что мужчина был пьян. По данным инспектора ДПС, 33-летний житель Тольятти уже четыре раза привлекался к административной ответственности за подобные нарушения. И на момент задержания уже был лишен водительских прав. Сейчас его ждут 15 суток ареста и 10 составленных административных протоколов. Кроме того, возможно, ему придется заплатить крупный штраф. На этом у нас все. Вы смотрели «Сыскное дело». Будьте внимательны к себе и окружающим. До свидания.